Приготовиться к отделению. Пошел. Вслух. 121, 122, 123, 124, 125. Купол. С тропичкой. Это только малая часть подготовки будущих летчиков перед прыжком. С сентября по май курсанты проходят теорию, психологические занятия, отрабатывают различные ситуации. Приземление в лес или на крыше дома. И в конце года завершающий шаг. Шаг в небо. Всего за время обучения курсанты летной школы совершают около 200 прыжков. А для получения спортивного разряда каждому из них нужно прыгнуть трижды. Стоит отметить, что два года назад ученики всего единожды прыгали бесплатно. Два других полета оплачивали родители. Теперь же необходимый лимит не требует затрат. Страшно всем однозначно. Это просто не исключено. Страх высоты – это врожденный страх. Поэтому боятся все. Но этот страх надо преодолеть. И вот они это преодолевают. Я вот смотрю на них, когда они идут с поля. Еще и парашют тяжелый. Больше килограмм 20 надо. Жара вот такая под 30 градусов. Ботинки у них такие серьезные. И они идут, они несут этот парашют. И они горды тем, что они преодолели себя, что они преодолели этот страх. И я горжусь за них. В прыжке, наверное, самое сложное. Вот когда ты поднимаешься в воздух, ты вот подходишь к двери и смотришь вот в эту бездну, в это небо. Как бы это твой первый шаг в небо. И вот его сделать так осознанно прям тяжело. Ну, все равно как бы перебарываешь свой страх. Перед Юрий стоишь, ты смотришь сюда вниз. Это правда страшно. Ты в этот момент вообще ни о чем не думаешь. Просто стоишь, тебе говорят, пошел. Ты просто прыгаешь, шаг делаешь и все. Получается, такая замирая... Ой, выпрыгиваешь, вдыхаешь и выдыхаешь, только до купола раскрылся. Летная школа ежегодно выпускает около ста курсантов. Все они мечтают поступить в высшие летные училища, чтобы стать летчиками либо десантниками. Курсанты признаются, что ради своей цели готовы покорить любую высоту. И очень благодарны за то, что у них сейчас есть такая возможность. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.